Что такое коллектор? Это вообще не юридическая понятия. И оно экспансивно входит в юридическую сферу, так, несколько вульгарно. Коллектор это какое-то жупе, что-то такое страшное. Сейчас он придет и начнет что-то отнимать. Это само название, литературное, или, скажем так, лингвистическое, пришло к нам из технической сферы. Коллектора это химики, это физики, коллекторы канализационные, коллекторы для определения каких-то волн у физик, у биологов, что хотите. А вот с точки зрения юриспруденции, в 90-х, тогда, когда страна начала формироваться, и мы, и Россия, да, вот как страны, которые друг у друга заимствуют и берут на вооружение те или иные законодательные акты, мы стали вот использовать ихнее российское понятие коллекторство достаточно неудачно для себя. Почему? Россия в настоящее время определилась с понятием, что такое коллектор. Она ввела действия коллекторов в правовое поле. У них сейчас принят закон, по-моему, где-то 2003-2004 год, который определяет понятие, что такое взыскание по долговым обязательствам. Четко законодатель расписал, каким образом, кто, на каких условиях входит в правоотношение, беря на себя право взыскания чужого долга. Мы же до настоящего времени не имеем такого понятия. Более того, у нас законодательное поле вот этих структур не определено. Но как из этого выходят структуры, которые мы условно называем коллекторские? Ну, коллекторские компании, условно говоря, их просто сейчас нет, мы их называем какие-то, может быть, юридические сообщества, которые перекупают право долга. Вот. Они формально где-то существуют при банковских структурах, они существуют при крупных предприятиях. Ну, скажем так, везде в сфере, которая может кредитовать, либо давать в лизинг, либо давать в долг, ну, какое-то оборудование, в том числе и денежные средства. Ну, в большинстве своими денежными средствами, мы знаем, оперируют банковские учреждения, да. И вот, действительно, на Украине сложилась такая сейчас ситуация, когда население в связи с большим скачком доллара, потому что, ну, все бизнесмены, они привязывают свои правоотношения к бизнесу, исходя из курса доллара. Вот доллар скакает, скачет, прошу извините, и бизнесмен не может правильно рассчитать, ну, свою прибыль. И, беря деньги в банке, он выходит через год, через два, не на прибыль, а на убыль. А деньги давать надо, пеня идет, там, и так далее. Проценты по предоставлению кредита. Его отдавать нужно. Можно ответить, как деньгами, которые ты взял, так же самоимущество. Но сам банк не имеет механизма юридического к возврату. Банк может только инициировать процесс возврата через суды. Суд принимает решение. Конечно, суд встанет на сторону структуры или человека, который кредитовал ту или иную программу, либо отдельных юрлиц и физлиц. Но, так или иначе, выполнить решение должна какая-то правовая структура. Да, на Украине есть, это исполнительная служба. Но, скажите, разве может исполнительная служба, не имея фискального аппарата к взысканию, выполнить решение суда? Нет, не может. Получают они судебные решения. Да, они открывают производство. Да, они высылают материалы. Да, они берут информацию о возможности возвращения кредита, финансов, денег, актов. Все это есть. А вот как забрать или деньги, или имущество у человека, который задолжал, либо не может погасить свою задолженность? В государстве такой механизм есть, но сил и средств просто не хватает. Но, я думаю, исполнительную службу надо было бы тогда увеличить раз в десять. Ну, наши соседи, с которыми мы воюем, они уже лет пятнадцать пошли по такому пути. Они вот сферу возврата отдают частным структурам. Что получается на практике? На практике, безусловно, определившись с правовым полем, приняв закон, соответствующий, где все расписано. Очень четкие права и обязанности. Никто не предполагает насилие. Никто не придет с автоматами, с пистолетами, людей не будет выбрасывать в окно, или угонять скот. Нет, нет, нет. Все будет только через правовые механизмы. Допустим, существует... Да, кстати, у них очень крупная ассоциация коллекторских учреждений. Почему? А как только вышел закон, у них стали коллектора разделяться структурно на две большие такие области. Первое, это правовые, так называемые, белые коллектора, или черные, или серые. И вот для того, чтобы успокоить население, избить накал по возврату, потому что любой возврат имущества это конфликтная ситуация. Они создали вот ассоциацию коллекторских предприятий. Они проводят съезды, они проводят конференции, они проводят у себя мониторинги, более того, обучение и, наконец, профессию коллектора они ввели в классификатор рабочих. Поэтому все стало на свое место. Давайте я на опыте какой-то из страны расскажу, как это делается, как нужно было бы цивилизованным сделать и нам. Вне сомнения, мы к этому подойдем. Посмотрите, если не в этом, то на следующий год. А я думаю, в этом. Почему? Если в этом году мы войдем в рынок земли, в рынок правоотношений жестких по приватизации, в рынок продажи отчуждений имущества, что сейчас поднимается, да. Мы же готовимся к колоссальной государственной приватизации. Не приватизации, а продажи. Не приватизации. Продажи и приватизации вещи разными, понимаете. Поэтому станет вопрос о принудительном возврате тех самых долговых обязательств, которые берут на себя коллекторские организации. Собственно, может быть, это и удачное, такое техническое название коллектора, вот знаете, как говорят, сонизаторские функции они выполняют, коллектор канализации. Может быть, это банк чистоплю, и они все время с деньгами не хотят иметь дело, входя в конфликт с населением, с юрлицами. Кто-то должен быть такой, который выполняет черную работу. И вот структура, допустим, частная, она заключает с банком договор, либо она перекупает эти долговые обязательства у банка, неважно, это будет любое другое финансовое учреждение, либо физлица, либо не перекупая выполняет по договору взятые на себя обязательства. Понимаете? Таким образом помогает. Но на первом этапе они входят в отношение, предоставляя документы от установы, грубо говоря, которая кредитовала, да, физлицо или бизнес, юрлицо, да, и показывают у вас какие-то деньги. Вы можете в законный способ эти деньги погасить? Нет. Каким образом вы готовы ответить? Вы подтверждаете, что вы должны, да, какой способ вы бы избрали для себя физлица, юрлица наиболее комфортный? Может быть, это лизинг, может быть, надо отдать частями, может быть, погасить финансовыми и имуществами. То есть, вот этими всеми вопросами занимается коллекторство, коллекторские организации. Более того, вот, был разработан в свое время кодекс, этичный кодекс, как у адвокатов, допустим, у нотариусов, поведение коллекторов. То есть, этот кодекс предполагает полный запрет на насилие, этот кодекс предполагает полный запрет на принуждение физическое, понимаете, только исходя из правовых механизмов государства. Вы спросите, вполне логично, что же это за правовые механизмы? Имея доверенность, либо имея какие-то уполномочия от структуры, которые кредитовала физиков и юрликов, физлиц и юрлиц, они приходят сначала предъявляют, это будет бархатно, понимаете, без всякого насилия. И предупреждают, что если вы не сможете, мы будем вынуждены задействовать правовые механизмы. Они от имени этого предприятия берут, направляют материалы в суд, своими силами заключают договора с адвокатами, с юристами, которые будут представлять интересы коллекторской фирмы, которая, в свою очередь, находится в правоотношениях, допустим, с банком, да, возьмем, идут в суд, на основании вот этих всех правоустанавливающих документов решают вопросы в суде, получают судебное решение, и они начинают разрабатывать механизм реализации. Не будет правового поля работы коллекторских структур, эти действия по реализации судебных решений может выполнить только исполнительная служба. Появится в Украине закон, как государственный правовый механизм в лице исполнительных служб будет реализовывать судебные решения, так и коллекторские фирмы. Только одно, исполнительная служба никаких денег с вас брать не будет изыскания, коллекторские фирмы заключают договора. Тайна этих договоров будет охраняться законом, конфиденциальность общения с юрфиз лицами тоже должно охраняться законом, сервера и какие-то данные должны быть закрыты коллекторских, понимаете, потому что это ведет к распространению возможной утечки информации о конкретных физических и юридических лицах об их хозяйственных действиях, понимаете, поэтому здесь целый должен быть разработан механизм и я думаю, что если он будет иметь возможность к реализации, то таким образом, во-первых, мы войдем в цивилизованную форму взыскания долговых обязательств, а во-вторых, мы сможем превентивно отрабатывать механизм, ребята, если вы берете деньги, знайте, уже ваш возможный долг зависает над достаточно серьезной структурой, которая будет действовать гораздо быстрее и оперативнее, чем исполнительная служба, они гораздо быстрее, почему они на проценте, допустим, вот я должен банку, я задолжал банку, вы коллектор, вот я с вами вошел в правоотношения, я проиграл, вы разработали механизм, который позволяет мне в виде имущества, в виде денег погасить свой долг перед банком, а банк вам перечисляет деньги в виде какого-то процента, нормально? Нормально, ну а чего же тут, понимаете, вот и вся задача собственно коллекторская, мы же представляем, да, если будут созданы такие официальные коллекторские, скажем так, организации, фирмы, как угодно их назовите, то кто туда пойдет? Вне сомнения те, кто умеют хорошо работать с администрацией, те, которые знают, что приведет к утечке информации, что приведет к тому, если коллекторская фирма применит насилие. Стало быть, те пенсионеры, которые сейчас, грубо говоря, бесхозные системы МВД, СБУ, военные, которые, ну, совершенно государство уже не занимается, люди молодые по уходили на пенсию, варьются в эти структуры, они знают, каким образом действуют, и поверьте мне, те, кто ушли на пенсию, они прекрасно знают, что такое, ну, грубо говоря, выйти из правового поля и задействовать незаконные методы воздействия на юридических финансовых, на юридических физических лиц для того, чтобы погасить финансовую группу, грубо говоря, пугает, насилие, они не позволят такого. Поэтому, ну, я думаю, что этот вопрос лежит на поверхности, и его нужно сейчас поднимать, ну, с точки зрения принятия законодательства. у нас его нет. Поэтому, все эти структуры, они юридица, вот они заключают договора, но жесткого правового поля, которое бы определило права и обязанности этих структур, возможности их участия в судебном процессе, на определенных каких-то условиях нет. А если такое будет, то оно прекрасно. Все люди будут знать, и предприятия будут знать о том, что, входя в банк, правоотношения под какой-то процент или под какие-то другие обязательства, в случае невозврата банк начнет задействовать ну, другой, более оперативный механизм, чем государственная исполнительная служба. Ну, и, наконец, государство разгрузится, понимаете. Более того, ну, коллекторская фирма должна иметь какой-то возможность выхода на государственные правовые базы, допустим. полицейские, если у человека какое-то имущество в виде транспорта, БТИ в виде какого-то имущества. Сейчас они могут? Нет. Банк может? Нет. Кто это может сделать? Государственно-правовой орган в лице исполнительной службы. Только он. Ему надо, наверное, если мы говорим о калифорах. Понимаете, до тех пор, пока все-таки мы с правовой точки зрения не урегулируем эти вопросы, они так и будут возникать у нас. Ведь они же не находятся в правовом регуляторе. А как быть человеком? Ну, во-первых, нужно свои отношения, не пряча голову в песок, регулировать с тем органом, кто дал вам деньги. Входите в отношения с ними. Если какие-то коллектора на вас выходят, не важно белые, не важно серые, не важно черные, какие бы на вас ни выходили, нужно идти в ту установку, грубо говоря, в то учреждение и говорить, я вам должен, давайте будем заключать новый договор, которым, прошу извинить, мы мой долг реструктуризируем. Либо я буду заработной платы погашать, либо я вам каким-то имуществом погашу, либо давайте, вот у меня есть два трактора, я вам в виде тракторов, разрешите мне от имени своего выставить на торги что угодно, жилое помещение, фирму свою, но не важно, это надо идти в ту структуру, которая финансово зависима, у которой вы брали деньги, кто такие коллектора, это же промежуточная своевразная прокладка между вами и структурой, у которой вы брали деньги. Бояться не нужно, ничего, коллектора не позволят себе приходить, выбивать дверь и вас выкидывать. Если уже идет к взысканию имущества в виде недвижимости, этим будет заниматься сейчас до закона о коллекторстве только исполнительная служба. А у них свое правовое поле, они сами по себе там, они знают, как задействовать, они берут, как правило, полицию, они, как правило, берут какие-то структуры, которые могут охранять порядок, а потом начинают уже реализовывать судебное решение. Коллектора не пойдут и не будут вас выбрасывать, но что сейчас делают коллектора? Они пишут такие грозные письма, например, по почте. Последнее напоминание жирными красными буквами перед взысканием. Если вы в срок не погасите, то вы будете там подвержены. Идет самый большой набор уголовных статей. Человек, который не сведущий, увидел ужас, и он это воспринимает как угрозу. Я хочу телезрителей расстроить. Никакой угрозы нет. Вы брали деньги, будьте добры, отдайте. И какая здесь угроза, если вам последний раз напоминают? Ну, допустим, полицейский придет и скажет, вот, зачем вы пугаете людей вот такими угрозами? Ну, что скажет руководитель коллекторской фирмы? Он скажет, я не пугаю, я просто говорю, это последнее предупреждение. В следующий раз мы направим документы в суд, идите в суде, разбирайтесь. Придут наши представители с доверенностью. Какая что-то угроза? Ночью вам никто не звонит после 12 ночи или в 6 утра. Не грозится спилить зубы, украсть детей, спалить хату, да, угнать машину, да? Ну, это как-то действует как красная тряпка, да, на население. Мне какие-то последние, понимаете, последние предупреждения перед убийством. Или вы что-то сделаете, или мы сейчас покажем вам свои зубы. Я думаю, что нужно в первую очередь выходить на те структуры, которые, которым вы должны с ними. Как правило, они не будут вам говорить нет, отдай деньги и все. Юристы сядут, посмотрят, каким образом вы можете через какое время отдать деньги, разрешат вам. Почему? Потому что они понимают, лучше через месяц получить 10 тысяч гривен, чем ближайшую пятилетку не получить их вообще. И может быть лучше забрать имущество, это имущество поставить на торги, там в два раза дешевле продать, обратить себе, чем не получить ничего. Так решают финнустановы большие. И они прекрасно знают, что палку в этом отношении перегибать нельзя. Но уж если там сильно, как мы говорим, черные, серые, нужно вызывать полицию, показывать бумаги и говорить, что я это воспринимаю как реальную угрозу безопасности своей лично, так и членом своей семьи. Но давайте с вами опять скажем, неужели вы думаете, что какая-то коллекторская фирма, имея правоотношения пойдет на то, чтобы по почте вам направить документ, который сразу заземлит эту фирму. Неужели вы думаете они глупые? Ну вы возьмете и придете в полицию, полицейские придут и скажут раз, есть готово криминальное проведение угрозы убийств. Они на это не пойдут, да, все-таки у них опыт есть на работе, они на это не пойдут. А если они так пишут, ну что ж, это действительно возможно последнее предупреждение они направят документы в суд. Почему нет? Идите и доказывайте свою правоту в суде. Они будут просто представлять интересы той организации, с которыми у них договор. Но они пока не как коллекторы, это просто как какая-то фирма, которая предоставляет банку или иным финансовым учреждениям правовую помощь. Ну так это мы завуалируем пока в государстве. Поэтому надо принимать закон и все сразу всем станет понятно. Беря деньги допустим в банке там сразу будет в договоре написано в случае невозврата денег какой-то банка заставляет за собой или там какое-то учреждение за собой право взыскания в том числе и обращение к коллекторским ну так они сейчас называются предприятием которые будут от нашего имени заниматься возвратом долга. И это будет в договоре четко прописано если человек не возвращает деньги к нему придут всегда покажут и скажут у тебя есть есть ну посмотри пожалуйста третий пункт головы третий да видишь вот мы и пришли давай садимся и говорим как ты будешь отдавать долг ну в России вы же знаете были долговые тюрьмы до месяца потому что если вы не отдаете они были публичные для того чтобы люди уже не таким образом наплевательски относились к долгам всех тех кого помещают в долговую тюрьму печатали в газетах вот мы в тюрьму за долг поместили вспомнить историйского Сергея Петровича Волоквастова за двумя зайцами ну чем он закончил окончание какая железа почему же он быстренько стремился найти проню прокопов на север десятью тысяч для чего долг а иначе видите церрульню уже арестовали имущество тоже арестовали надо погашать тогда можно будет поработать в России более царской России более жестче работал механизм нет возврата идти в тюрьму на месяц вышел все равно долг будет давать но все-таки репутация тебя как бизнесмена как купца или какого-то предпринимателя уже подмоченная понимаете уже кредит ты не получишь в банке где-то еще ты же будешь в системе это всем известно а сейчас тебя как физлицо юрлицо поместят в компьютер а служба безопасности банка прежде чем выдать кредит проверят и никаких денег ты не получишь ситуация меняется но ее нужно вводить в правовую примерно так я umin